Всем привет! Меня зовут Николай, представитель компании Globus. Сегодня мы на четвертой выставке CIIF 2023 года в Гуанчжоу. В этот раз выставка посвящена встраиваемой мебели. Мы зайдем в каждый шоу-рум, посмотрите, какое нереальное количество людей здесь собралось. Мы посмотрим на новые модели и увидим, что она приготовила нам в 2023 году. Как вы видите, на выставке большое количество людей. Мы пытаемся показать, что некоторые интересные моменты. Вот такой кухонный остров у нас здесь представлен. Он состоит из двух частей. У нас есть обеденный стол, выполнен из натурального шпона. И вот такой вот кухонный остров. Столичное сделано из печеного камня. При этом здесь есть большое количество специальных отсеков, где вы можете хранить металлические приборы, посуду, например. А снизу установлено отверстие, куда будет стекать вся вода. В принципе, это очень удобно, если учитывать, что раковина находится в этом положении. Помимо этого, здесь есть также большое количество вот таких вот ящиков для хранения. И везде установлена подсветка. Даже под самой столешницей установлена подсветка, которая реагирует на датчики движения. Есть также отсек для хранения специй и прибор для мытья стаканов. Вот такой вот кухонный остров и обеденный стол. Столешница у нас сделана из такого матового меламина покрытия. Очень приятная тактильность. И смотрите, как интересно выполнена ножка. Она одна и соединяется с кухонным островом. И установлена подсветка. Также есть вот такая вот розетка. Столешница сделана из печеного камня. Причем плитка установлена в саму столешницу. Поэтому вам лишнего ничего не нужно устанавливать. И вот такая вот коряновая раковина. Причем посмотрите, что никаких выступов нет. Все очень гладко заточено. По бокам у вас ничего не будет оставаться. Интересный винный шкаф, приставленный у поставщика. И снизу установлено место для хранения бокала. Сами вот эти вот места выполнены из ненатуральной кожи. Плюс в работе с китайскими производителями это, конечно, большое разнообразие обработки фасадов. Посмотрите, это может быть натуральный шпон, меламин. Можно сделать классическую обработку фасада. То есть это любой выбор, доступный по всем моделям кастомизации. Поэтому любую кухню под заказ и гардеробную можно оформить в Китае. Помимо стандартов гардеробных и кухонь здесь также представлены вот такие вот детские вариации, тинейджерские комнаты. Посмотрите, как хорошо установлена здесь инженерная доска, все крючки модульные. Поэтому если вы хотите сэкономить место, то устанавливайте просто стандартный вот такой вот встроенный стол. И все ваши электронные девайсы можно повесить прямо перед собой, сэкономив большое пространство. Также отныне все стеклянные гардеробные, вот такие вот шкафы с подсветкой, можно установить не только во взрослой гардеробной, но и в детский. При этом очень футуристический дизайн и украсит любую детскую комнату. Вот такой вот гардеробный остров. Больше всего мне понравилось, что установлена подсветка, она включается, когда вы открываете ящик. И еще вот такой вот есть ароматизатор. Он включается на мгновение, буквально на одну секунду, чтобы слегка придать запах вашим вещам. Тогда мы задвигаем ящик обратно, подсветка включается, и устанавливается вот такой вот ночной режим. Большое количество ящичков также под украшением. И все это внутри обито бархатом и кожей. На этот кухонный остров, на основную столешницу сверху установили еще вот такую вот деревянную столешницу. Она замещает такую портативную мини-барную стойку, выполнена из ненатурального шпона. Не знаю, насколько это практично, но можно воспользоваться таким вариантом. Сейчас также популярно, когда вытяжка находится уже не сверху, а внутри столешницы. Ее можно убрать вовнутрь, и она открывается во время готовки. То есть весь пар и запах выходит на прямую вытяжку сюда. Сверху уже ничего не нужно устанавливать. Вот такая еще вытяжка есть. Она установлена тоже в саму печку в тенку. Как же хорошо, когда у кухонного острова есть большое количество ящиков для хранения. Но как же удобно, когда он есть встроенный. Посередине столешницы, где вы можете хранить все возможные предметы, которые вам понадобятся постоянно в обиходе. Здесь у нас варенье и соусы. Вот такие вот гардеробные двери, выполненные из стекла. В общем, очень тонкие двери. Но смотрите, здесь также есть эффект зеркала. Так что, в принципе, вы можете использовать для места зеркала. Но при этом вы можете увидеть все, что находится внутри. Электронная система доводчиков у производителя. Посмотрите. От легкого тактильного нажатия дверь открывается, и внутри у нас находится холодильник. Давайте нажмем аккуратно еще раз. Если вы ее не используете какой-то промежуток времени, то она автоматически закрывается. Этот производитель занимается различным декорированием стен. Как бы вот такой вот цветы в японской стилистике. Вот такой вот различный декорирование. И помимо этого, он также занимается профессиональной лепниной. Так что, если вам нравится более классическое оформление с дополнением лепнины, то можете заказывать и такие уже готовые панели и просто прикреплять на стену ваших комнат. Ну что ж, день выставки подошел к концу. Мы познакомились с интересными новыми производителями, взяли их контакты. Я думаю, мы скоро с ними уже свяжемся. Если вас заинтересовали какие-то определенные модели, запрашивайте у наших менеджеров. И помните, что компания Globus всегда готова исполнить все ваши мечты. С вами был Николай. До скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok